Здравствуйте! В сегодняшнем видео пойдет речь о бестопливных генераторах энергии. То есть, энергии, генераторах энергии, которые работают без применения традиционной ресурсной базы, то есть угля, нефти, газа, бензина и того, чего мы, так сказать, без того, чего мы не представляем себе генерацию современной электроэнергии. Для того, чтобы в этом всем хорошо разобраться, так как на сегодняшний день есть очень много-много в интернете всех, так сказать, рисунков, схем и многого другого наработок на эту тему от самых простых в виде обыкновенного электромотора и магнитного генератора, которые, в принципе, и могут генерировать энергию, но недостатком этой схемы является низкий ресурс вот этих неодимовых магнитов. Как только они разрядятся, то все. До генераторов на основе наработок Никола Теслы и Капанадзе. Что ж, в основе этого всего лежит какой основной принцип? Потому что для того, чтобы разобраться, возможно ли или невозможно это явление, нам нужно вникнуть в суть того, что значит, как сказать, электричество и обратиться к истокам. То есть классическая физика нас учит, вот как на этой картинке на примере вот этой батарейки и проводника, классическая физика нас учит, что напряжение равно электрическое поле, ток направления движения электронов. От минуса к плюсу движутся электроны в проводнике. И отсюда наше классическое представление, так сказать, на этом все наше классическое представление об электричестве заканчивается. Но что мы находим здесь? Здесь, оказывается, у электронов есть их братья, которые имеют не отрицательный заряд, как обычно в классической теории указанный, а позитивный. И отсюда уже вытекает совсем другая, немножко иная физика, но считается, что позитроны существуют только на антиматерии. Но не буду, конечно, углубляться в теории и других физиков, которые в этом, так сказать, больше углубляют. Там, короче говоря, темный лес и дебри, но смысл в том, что антиматерия, она существует рядом с нами, но она как в виде параллельного мира, которого мы его не замечаем. Однако, однако, бестопливные генераторы энергии на чем-то же все-таки работают. И работают они уже очень давно, это только недавно начали их конструировать. И смысл их работы лежит, так сказать, основные принципы изложены в работе Никола Тесла. То есть, эти патенты... Сейчас мы углубимся, то есть, тут, допустим, описано способ передачи электрической энергии через естественную среду. Наверное, когда Вестингаус заказал Никола Тесла технологию передачи энергии через естественную среду, Никола Тесла дальше пошел и, так сказать, понял, что в естественной среде, как он лично сам говорил, энергии очень много. Главное знать, как к ней подключиться. Еще сам Альберт Эйнштейн говорил, что вечный двигатель – это просто переход одного рода энергии в другую. И отсюда, то есть, более высоких частот на более низкие. То есть, из курса обыкновенной физики мы знаем, что если мы делаем высокочастотный передатчик, то, в принципе, он очень энергозатратный. Это мы можем сравнить на обыкновенных компьютерах, на их процессорах. То есть, берете обыкновенный процессор, и если вы его эксплуатируете в заводских, так сказать, режимах, то процессор потребляет, допустим, TDP, его 65 Вт, допустим, Core 2 Duo возьмем. То, если вы начинаете его разгонять на более высокие частоты, то потребление энергии возрастает. Отсюда и простой такой, так сказать, вывод. А можно ли обратный процесс сделать? Ведь вокруг нас очень много высокочастотных полей, и к ним можно настроиться посредством определенных антенн и снимать с них энергию. В данном схеме, на данном рисунке изображена излучающая часть и приемная часть. Излучающая часть содержит, видите, буковка D, динамо-машина. L – индуктивная катушка. Катушка плоская, индукционная. Здесь у нас заземление. Дальше Эрдж, написано Эрдж, Земля. Дальше приемная часть. Чего она состоит? Приемная часть состоит у нас с... Некой, я так понимаю, это... Аккумулятор или потребитель. Катушка. Обратите внимание, она более большая по размеру на патенте. Сложно сделанная. Здесь у нас непростой конденсатор. И он имеет отводы к центру. Видите? К центральным обмоткам. То есть тут обмотка непростая. Что это напоминает? Опа. Вот это оно и напоминает. То есть градиентная катушка. Имеет индуктор. Имеет... Ну, тут, конечно, эта машина – это уже слишком сложная конструкция. Здесь и звучающая часть, вот с антенны, и индуктор, и градиентная катушка, приемная часть. Все состоит, навешано на одном, так сказать, элементе. И также еще емкостная развязка здесь выполнена в виде вот индуктора и градиентная катушка. И емкость межвитковая является, так сказать, вот этой вот емкостью, указанной здесь. Но Никола Тесла довольно-таки очень четко показал принцип съема энергии из пространства. То есть если убрать излучающую часть и взять фоном, откуда можно энергию брать, допустим, естественной природной частоты определенной, какой-то обыкновенной, то, как, допустим, сейчас это называют, реликтовое излучение, которое очень высокочастотно, оно вокруг нас. Если кто читал астрономию, то может почитать и узнать, на каких частотах оно излучает, этот фон вокруг нас. То вот этот вот конденсатор и эта вот катушка градиентная довольно-таки описывает принцип, вот это и есть вся формула вот этого вот БТГ. Любого, в принципе, БТГ, которое может работать. И оно, по сути дела, любой БТГ это преобразователь энергии. То есть он преобразует определенного рода энергию в другую, накапливая на себе как конденсатор этот заряд. Надеюсь, это было, в принципе, понятно. Потому что мне, допустим, понять это все, как оно... Ну, теория немножко посложнее. Но если проще посмотреть, то любая приемная часть, вот установка патента Никола Теслы, видите, в реальной жизни, вы ничего здесь, допустим, вот угадывается, его же катушечка, вот она. Его установка с приемной частью находится уже, то есть в реальной жизни воплотилась в беспроводную зарядку. То есть, БТГ это обыкновенная беспроводная зарядка, но настроенная на частоту, энергетическую частоту, которой вокруг нас очень много. Но традиционные, допустим, БТГ, они имеют у себя, помимо... Как вам объяснить? Помимо вот этого вот катушки, имеют у себя насос зарядов. Он же является... Позитронных зарядов, он же... Это же и является установка Тесла, катушки Тесла, которую мы привыкли видеть. Обратите внимание, для традиционного БТГ нужен провод очень хорошего заземления. То есть, без хорошего заземления эта машина не работает. Здесь, правда, видите, от антенны до самой катушки Тесла нет никакого провода, то есть, никаких разделителей зарядов. Они должны присутствовать здесь. Ну, может быть, это демонстрационный экземпляр, или просто кто-то решил сфотографировать, что у него получилось. Но смысл в том, что для того, чтобы у этой машины все работало как надо, то здесь нужно понимать, что обычное электричество, оно не состоит из того, ну, как мы привыкли просто, ну, как привыкли, как нас научили в школе, то есть, так сказать, что это просто электроны в одну, так сказать, сторону направленный поток. Ну, в жизни, давайте будем так, простые, у всего есть, как сказать, каждая тварь и по паре. Всего есть своя пара. То есть, а тут вдруг у электрического потока всего лишь одни электроны. То есть, у электрончика должно быть своя пара. Позитрончик. И отсюда, надеюсь, это я более просто и более понятно объясняю, и отсюда является, так сказать, идет работа этой всей машины. То есть, и в природе идет энергетический обмен. Так, в принципе, как же работает вот эта вся установка? Двух слов, конечно, не объяснишь, но ее принципы довольно-таки элементарны. То есть, зная принципы, можно, в принципе, подойти к реализации вот этого проекта, получения энергии из пространства, из эфира. разными путями. Но смысл довольно-таки так сказать, очень даже простой. и он был изложен еще, так сказать, учеными в начале вот этого века. Где же тут попроще картиночка, чтобы было понятнее. По сути дела, вся установка БТГ, она же является интересным и очень сложным конденсатором. То есть, опять же, берем патенты. Тут у нас конденсатор. Особо хитро сделанный этот конденсатор. но смысл в том, что, видите, у Никола Теслы потребитель указан вот здесь. То есть, если сейчас еще будет более-менее понятно, это и звучатель. Это у нас по ходу генератор частоты этого и звучателя. то есть, по сути, вот есть, ну, допустим, возьмем, что у нас есть Земля как источник электронов. Позитроны мы принимаем из эфира, которые постоянным потоком, то есть, что-то ж нас притягивает к Земле. Мы это называем гравитацией, но в интернете много роликов есть, которые просто говорят, что гравитации не существует. Так же, как и в жизни примеров. Потому что гравитация, допустим, действует одинаково на все объекты, которые есть, независимо от массы и от их габаритов. То есть, падают все с одинаковой скоростью. А это уже противоречит законам Ньютона и вообще всей теории гравитации, потому что если объект тяжелее, он должен быть быстрее лететь. А так они все летят одинаково. То есть, делаем отсюда вывод очень простой, что все нас притягивают к Земле определенного рода поле. Назовем его условно эфир. Вот этот эфир имеет свою частоту. И эта частота у него, как вам сказать, проще. она на каждый объект, ну, то есть, она широкой полосы. Но в определенных местах частоты имеют более интенсивность, меньше интенсивность. И если правильно настроить этот генератор, то есть, приемник, приемную антенну, то можно заряжать телефон, как реализована в реальных проектах. То есть, когда мировому, так сказать, индустрии не нужны были генераторы Тесла, установки атмосферного электричества, то это было бредом. Все говорили, это невозможно, беспроводные передачи энергии и все остальное. Хотя Никола Тесла все-таки запатентовал свои технологии. А теперь, когда им надо было, то есть, они взяли, достали его патенты и успешненько применили. И обратите внимание, как и у Никола Теслы, и в современной установке, видите, тут присутствуют конденсаторы. И конденсаторы непростые. То есть, здесь примерно по размеру, но я плюс-минус на скидку 10, 20, 30, 40, 40 микрофарад. 40 микрофарад. Индукционная катушка плоская Тесла. И дальше это все накапливается на вот этом вот, на этих конденсаторах эта энергия. И потом, посредством определенной преобразования микросхемы, то есть, микросхема собирает эту энергию и заряжает батарейку. такой же самый принцип, точнее, этот же принцип и реализован здесь. Здесь энергия приходит на катушку с помощью, ну, то есть, антенна, катушка, то есть, приемная, преобразует волны, он меняет поляризацию этих волн. дальше идет в виде градиентной вот этой вот катушки с индуктором, то есть, она сложная здесь. Это некий такой, как бы сказать, резонансный, резонансно-емкостной конденсатор. То есть, здесь нужно понимать, что он рассматривается одновременно и частотные характеристики, и емкостные характеристики. Приманка для накопления зарядов служит вот этот вот центральный земляной провод внутри вот этого большого конденсатора трубки, походу, либо шарика. Исполнение может быть совершенно любое. Ну, а дальше, естественно, частоты колебаются, и, естественно, разница по времени волны вот в этой точке и в этой точке будет разная. И поэтому здесь будет переменный ток. То есть, я думаю, это понятно. если непонятно, можете почитать эти патенты Никола Тесла, а еще книжки, связанные с ним. А также послушать умные каналы, объясняющие устройство, принцип работы этих генераторов. то есть, что здесь, что здесь, один и тот же принцип накопления энергии посредством перехода из одной уровня частотной мерности в другую. То есть, мы как бы делаем обратный разгон процессора. то есть, помните, я рассказывал, то есть, если обычный процессор с 65-ваттным TDP, допустим, разогнать до 200 Вт, ну, это сильно постараться, допустим, надо, ну, допустим, если мы захотим, то он будет очень сильно греться. И выделит очень много тепла, и поэтому сгорит. Но если сделать обратный процесс, тепло превратить на этом же процессоре в энергию, по принципу или термопары, как это делают, полуправники могут превращать тепло в энергию, то мы получим электричество. Собственно, это все и заложено в, то есть, вот этот основной есть принцип всех преобразователей энергии. То есть, они могут быть разные. Магнитные, электростатические, вот как вот это вот тестатика, установка. Это есть немецкая община Миттерлинде, или австрийская. И принцип здесь он же мотор, он же генератор, в одном же устройстве, то есть, вращается диск, на котором в одной плоскости размещены и генератор, и мотор. Но избыточная энергия накапливается на конденсаторах особой хитрой конструкции, потом передается потребителю. И естественно обычным, ну как сказать, просто человеку понять принцип работы вот этой машины, даже взяв схему в руки. Я много читал на эту тему, то есть и всяких ученых о том, что это все нереально, это все невозможно, оно не может работать, но однако оно работает. То есть да, это очень сложная машина. Да, на статике, казалось бы, статика, ну что там, кошку погладил, заискрило и все остальное. Но это особо более высокочастотная энергия. А эта машина, эту частоту, высокочастотную энергию, как говорится, затормаживает и делает более медленной, но более мощной. Вот на этом все и работает. Надеюсь, не сильно, так сказать, замудренно. Также на том же самом принципе работают и беспроводные зарядки. Они тормозят высокочастотную радиоэнергию импульсов до более низких частотах. Это все делается на керамических конденсаторах с помощью вот этой вот хитрой катушки. Ну еще особых свойств самой платы емкостных. Благодаря этому всему заряжается телефон. Там микросхема преобразователь. То есть он накапливает допустим около сорока вольт. Он из этих сорока делает ну там сорок вольт там 0,0 целых миллиампер там пять миллиампер допустим. Он из этих сорока вольт делает около трех вольт но чуть больше миллиампер. Этого достаточно чтобы зарядить за какое-то время батарейку. То есть такие же самые все принципы работы всех генераторов. Зная этот принцип можно сделать вот даже как говорят БТГ сварочного трансформатора. То есть вперед. Вариантов очень много. Также трансформаторы Романова они тоже описаны в патентах Никола Тесла. И они в принципе все работоспособны. То есть Никола Тесла за всю свою жизнь изобрел очень много патентов. То есть все что мы практически видим что нас окружает из электричества это все изобретение Никола Тесла. Беда в том что его считали шарлатаном хотя промышленности все его изобретения быстренько внедрялись и зато и те кто считали его шарлатаном специально его очерняли чтобы люди не обращали внимания на его изобретение и таким образом забрали у людей львиную долю прогресса и счастливого будущего. поэтому прекрасное далеко оказалось очень далеко и не таким уж прекрасным. Вот обыкновенный трансформатор Романова который можете вести в ютубе и посмотреть как он работает это же система распределения электрического тока это трансформатор Тесла обыкновенный то есть видите обмотка идет как интересно устроен Рогаз сектор перепрыгнула через один сектор и намоталась здесь вышла здесь это первичка а это у нас вторичка равноплечевой то есть это очень простая картинка он очень элементарно и просто в один слой все изобразил на патенте в реальности оно конечно больше секторов содержит но смысл простой такой трансформатор с равной длиной плеч секторов и длиной провода он будет не просто трансформатором он будет резонансным трансформатором и в итоге он будет чуть больше отдавать чем потреблять а на холостом ходу он ничего не будет потреблять от сети естественно где-то в патентах это особым образом объясняется но короче говоря трансформатор легко повреждают повреждаются и перегорают а способы при этом почти неизменно понижает их КПД ну короче говоря он тут объясняет что таким образом Тесла не мог короче говоря напрямую объяснять людям устройство и принципы работы его ну принципы вообще получения энергии что такое энергия что такое вообще электричество и как оно работает если он начал это говорить его так же не стало бы как ну те кто параллельно с ним эти все изобретения тоже в те времена внедряли не он же один был только таким умником были Глеба Дололива Добровольские были такие ребята и другие 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 но из-за того что их открытие очень сильно опередили эпоху эпоха у нас была невозобновляемых ресурсов и она еще не закончилась эта эпоха как сказать догорает печальным костром но она не сменится на невозобновляемые источники энергии ну либо пока не дадут командовать на это хотя на самом деле все принципы были уже давно изложены и когда надо эти принципы просто берут и достают и применяют ну в виде других устройств естественно люди не задумываются что внутри их гаджетов и не понимают что в принципе это же устройство можно немножко переделать и оно станет допустим устройством которое будет просто заряжать телефон из атмосферы ну или питать какую нибудь там допустим установку надеюсь в принципе было понятно это видео просто о обыкновенных принципах работы этих всех устройств ну то есть генерации энергии надеюсь все в принципе объяснил потому что реально объяснить конечно работу вот этого устройства немножко посложнее но это одна половина это генератор вторая половина это конденсатор он же генератор ну на особых резонансно-частотных свойствах короче да ну как то так всего хорошего ставьте лайки подписывайтесь до скорых встреч надеюсь что нибудь еще интересное на эту тему расскажу